Расчет поперечных сил и изгибающих моментов для построения их ипер. Для данной балки ранее мы уже определили опорную реакцию, теперь переходим к построению ипер. Устраивайтесь поудобнее, это будет долго. Балка имеет три силовых участка. На каждом из них нам нужно найти значение внутренних поперечных сил у y и изгибающих моментов mx. Для этого будем использовать метод сечения. Начинаем с первого силового участка, который AB. Мысленно рассекаем балку в пределах участка. Это сечение делит ее на две части, левую и правую. Можно рассмотреть любую из них, но лучше выбирать ту часть, на которой меньше нагрузок. Так будет проще. В данном случае слева мы видим только момент, а справа три силы и распределенную нагрузку. Конечно, выбираем левую часть балки. Положение сечения от левой границы участка обозначаем переменной z1. Все ее возможные значения лежат в пределах от нуля до одного метра. Внутренняя поперечная сила qy на этом участке равна сумме всех внешних сил, приложенных к рассматриваемой левой части балки. Никаких сил слева отсечения здесь мы не видим, поэтому пишем просто 0. Внутренний изгибающий момент mx определяется суммой внешних изгибающих моментов, приложенных к левой части балки. Здесь мы видим только один момент m, который сжимает верхние слои балки, и потому, по правилу знаков, записывается положительным. На первом участке все внутренние силовые факторы определены. Переходим на второй силовой участок, bc. Начинаем также с того, что проводим сечение в любом месте участка, например, здесь. Слева видим два усилия, а справа их три. Выбираем, конечно, левую часть балки. Показываем расстояние до сечения z2 и определяем его крайние значения, от нуля до трех метров. Забудем на время правую часть балки. Поперечная сила qy на этом участке равна сумме всех внешних сил, приложенных к данной части балки. Здесь сила только одна. Это опорная реакция rb. По правилу знаков, она записывается отрицательной, так как относительное сечение стремится повернуть рассматриваемую часть балки против часовой стрелки. Изгибающий момент mx равен сумме всех моментов, изгибающих левую часть балки. Эту часть балки изгибают и момент m, и реакция rb, поэтому сумма моментов будет из двух слагаемых. Заметим, что rb – это сила, поэтому, чтобы получить момент, ее надо умножить на плечо, которым является расстояние от линии ее действия до сечения. Подставляем значение и получаем выражение, содержащее переменную z2. Переменная в первой степени, а значит, линия пюре будет прямая. Для построения прямой достаточно двух точек. Этими точками будут значения mx на границе силового участка, то есть при значениях z2 равных 0 и 3 метра. Переходим на третий силовой участок балки, который cd. Рассекаем его и считаем нагрузки. Слева 4, справа 2. Правая выглядит симпатичнее. Ее и выбираем. Справа проводим переменную z3, которая может принимать все значения от 0 до 2 метров. Отбросим время на левую часть балки. Начинаем с qy. Пишем сумму сил правой отсеченной части балки. Получили уравнение прямой. Считаем значения при 0 и 2 метрах. Нам осталось только найти изгибающие моменты на третьем участке. Записываем сумму моментов. Получаем выражение, где старшая переменная во второй степени. Это уравнение параболы. Для ее построения надо знать положение хотя бы трех ее точек. Поэтому рассчитаем значение mx на границах и в середине участка. По полученным данным строим и пюре. Как видите, все просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...